Добрый день, дамы и господа! Федерация судебных экспертов приветствует вас на нашем портале. Сегодня у нас в гостях Препутнев Александр Николаевич. Это уважаемый эксперт-почерковед, эксперт-криминалист с гигантским опытом работы в области криминалистики судебной экспертизы. Приветствую вас, Александр Николаевич. Сегодня мы попытаемся обсудить самый разнообразный, самый интересный, насущий вопрос судебной экспертизы. Ну и как обычно я буду задавать вопросы о автобиографическом характере, то есть как человек пришел в профессию судебного эксперта. Это вопрос к вам, Александр Николаевич. Что вы заканчивали, где учились? Я закончил Саратовский юридический институт МВД России. К криминалистику я пришел в 1993 году, то есть разлу преступности в России в лихие, начало 90-х. Когда был массовый набор органов внутренних дел, в том числе и в экспертных институтах службы. Поэтому мне удалось начать свою службу в такие нелегкие для страны. Это было в Саратовской губернии, так и было, да? Да, это было в Саратовской области. Интересно. Получается, вы уже имеете практику 20-летней, да? Да. 20-летнюю закалку. Ясно. На каких экспертизах вы специализировались в органах внутренних дел и на каких экспертизах специализируетесь в настоящий момент? Наиболее расстребованная экспертизами в органах внутренних дел, это являет дактилоскопия, экспертиза холодного оружия, баллистика. В меньшей степени это почерк и техническая экспертиза документа. В нашем аспектном учреждении, в связи с тем, что здесь преобладает гражданский акцент, наиболее расстребовым является почерковеч dividendo, техническая экспертиза документов и экспертиза данных документов. Ну давайте пробежимся по каждому виду экспертизы. Почерковеческая экспертиза, тут вроде бы все понятно, что такое техническая экспертиза документов? Техническая экспертиза документов устанавливает подлинность, в общих счетах это подлинность документа. каких по каким именно признакам это по фонтискому печати это по печатным текстом по бумаге по иным реквизитам то есть это большой если взять какой-нибудь листочек бумаги до какой-нибудь документ вы исследуете свойства бумаги химические или иные химические следует но тем не менее в некоторой степени мы используем также и физико-химические способы исследования некоторые если мы возьмем какой-нибудь документ технической экспертиз документов получается что исследует оттиски печати то есть это все что написано рукой какие-то места изгибов места скрепления печатные тексты печатные тексты как вот здесь допустим на вопросе бланки то есть подлинность бланки которые сделаны в типографским путем это ценный бумаги валюты и так далее как купюру вряд ли нужны гражданском бороде тем не менее иммуналистикой акцизной марки акцизной марки да сейчас исследование действительно подлинность акцизных марок мы устанавливаем ясно ну здесь вроде бы все понятно и третье базовое направление физико-химическая экспертиза на предмет установления давности выполнения документов как как давайте вот это на самом деле получается самое интересное направление потому что она крайне стрела востребованы крайне свежие данных стали определяется но в нашем учреждении 5 назад других органов чуть больше чем похвастаетесь экспертиза данных документа сейчас она основном называется судебно-техническая экспертиза данных документов это как раздел технической экспертизы я знаю почему так называется потому что они делают это без привлечения химика и пытаются уклониться отклониться привлечения химика это неправильно здесь каждый должен быть специалистом своей области вот судебно-техническая как отрасль вообще техническая экспертиза документ но в настоящее время она стала как уже отдельным самостоятельным видом экспертизы это достаточно эксклюзивные набирающие обороты экспертизы которая сейчас скажем угодно становится все более востребованы ну я я еду повторюсь немножечко кто не понял мой восклицание в процессе общения физико-химическая экспертиза на предмет установления давности выполнения документов она проводится с обязательным привлечением двух специалистов вернее может быть провести эту экспертизу может и один человек при условии что у него есть диплом и криминалиста и диплом химик поэтому если экспертизу проводят криминалист и химик в одном лице такая экспертиза является допустимой и законной легитимой если же эту экспертизу проводит всего лишь один криминалист который не имеет никаких понятий о химической науке не имеет диплом химика то извините за выражение такого эксперт надо гнать в за шеи а экспертизу признавать недопустимым доказательством так что пользуйтесь этой подсказки кто у нас кроме вас проводит данную экспертизу кого привлекаете какого эксперта эксперты химика который достаточно компетент в этой области и которые достаточно высоком персонале проводит газа хроматуреатрический анализ с целью как раз установить периода выполнения реквизитов документов и в последующем соответственно установление именно периода выполнения то есть экспертиза не говорит какой день какой месяц выполняет выполнен нас документ а указывает период по методике с точностью по 3 до 8 месяцев это значит сюда входит что рукописная запись или подпись выполненная шариковой ручкой рукописной запись или подпись выполненной гелевой ручкой и москвистом оттиски быть оттиски печати и штампов ну мне ответ известен задам вопрос вам текст выполненный на принтере проводите ли вы данные исследования вот такой вот текст научно-обоснованной методики основной давности по печатному тексту на настоящее время не существует но у нас маточный принтер уже давно вышли из работы поэтому по тем я думаю просто никто заказывать экспертизы не будет существует возможность проведения по печатным текстом выполнен на капельно-строенном принтере но с тем что примерно менее 1 десятый процента всех документов выполняется на не востребовано есть по мере по мере через пару лет такого формата принтера выйдут из оборотов обычно домашний ясно и так экспертиза давности документов как вы делите с экспертным химикам свои обязанности при проведении данных экспертиз я не говорю о том что как оформляется заключение а как вы очень над документами работают эксперты здесь эксперту необходимо установить вообще пригоден ли документ для проведения такой экспертизы и установление его это сказать возраста для этого исследуются все реквизиты том числе бумага даже те которые сутки не просил далее с чем это происходит дело в том что иногда документы бывают искусственно составим и если обнаружить такие явные признаки то документ уже не подлежит дальнейшему исследованию на его возраст то есть мы указываем что на документ оказывала какой-либо подписи термически с тобой либо иное воздействие что привык от создать эффект искусственно талим документа и уже отражать до возраст не доставлять возможно но сам факт того то есть сам факт вот этих вот криминальных действий одной из сторон адвоката там или самого из сайли ответчика по уничтожению скажем так по искажению доказательства вы выявить да если допустим имеется признаки тренического воздействия который говорит знать что документ подвигался тренического леса температура свыше 100 градусов то здесь ясно что вы об этом укажете и сторона по делу добьется противоположность он добьется позитивного результата что в принципе и его интересует ее интересу хорошо что у нас со сроками проведения экспертиз как в какие сроки вы пытаетесь или гарантируете выполнение экспертизы мы обычно взять возьмите хотя бы два типичных случая чтобы было более понесли брать данность документа там укладывать как правило в 30 рабочих дней это один 30 рабочих дней это один из минимальных сроков проведения экспертиз вообще среди всех экспертных учреждений по яму месяц почему не три дня почему недели объясните нашу дело в том что газохромотропический анализ предусматривает длительный процесс сравнительного анализа с образцами имеющими известный возраст как просто из библиотеки да картотека то есть иногда это это технику приходится колоть десятки а то и сотни образцов проверять на учитывать то есть брать образцы частицы вырезки штрихов даже реквизиты документов для исследования на газохромотропский с тем чтобы нарисовать в своем графике определенный тренд и определить давность выполнения документов понятно 30 рабочих 30 рабочих дней по почерку и по теду это техническая экспертиза документов я по почерку и технических мы указываем в 10 рабочих дней это тоже один из меньших объемов по времени что значительно степенью вторая будет многие суды и также юбилейский язык но я ни для кого не будет секретом о том что у нас сроки проведения экспертиз зависят в огромной части в огромном процентном соотношении не от эксперта а а от целого вороха заинтересованных лиц это стороны по делу которые могут писать ходатайство жалобы запросы затягивая выполнение экспертизы это суд который может предоставить выслать материалы на проведение экспертизы через неделю две а то и через месяц с момента оформления определения назначения экспертизы это прокурор который имеет также те же самые правообязанности как у сторон да может вмешаться в процесс и затем затянуть затянуть производство назначение экспертизы это почтовые службы которые последнее время работают просто отвратительно это канцелярия суда где может провисеть материалы дела несколько недель либо просто потеряться и эти все перечислены мною стороны вправе затянуть у нас производство экспертизы участвовать на месяц и больше данный вид эффект обязательно требует разрешения на частичное повреждение и не всегда мы вовремя получаем бывает что из-за этого происходит задержка бывает даже на месяц немножко боесную то есть у нас по физико-химической экспертизы на предмет установления давности срока давности выполнения документов требует заполнять вырезки микроскопические вырезки с частичным повреждением документа который в принципе не не существенно все-таки они являются повреждениями однако действующее законодательство процессуально все секунды с настоятельно повреждает документ да но суды как и обычные граждане иногда забывают об этом обстоятельстве забывают необходимость повреждения вещественных доказательств письменных документов по делу и соответственно эксперт который лучше знает свой сегмент парциального законодательства каждый раз просит письменной форме или в устной форме суд вынести дополнительное определение либо дать письменное разрешение на предмет частично повреждения документа то есть вырезать часть печати часть подписи часть текста вот это конечно же тоже является дополнительным основанием для задержки выполнения экспертизы поэтому рекорды мы не ставим мы не делаем как государственные лаборатории минюст экспертизы десятилетиями мы проводим экспертизу весьма быстрые разумные сроки естественно при условии а обычная затяжка дело классическая затяжка дело это не платежи со стороны одной из сторон по делу поэтому это классика они уже хоть бы даже не интересно рассказывать вот интересный вопрос даже без учета требований планов по изменению законопроекта судебной экспертизы какие вот нас допустим слушает адвокат или сторона по делу какие требования какие какими профессиональными качествами должен обладать эксперт-криминалист проводящий допустим классическую почерпевтическую экспертизу что у нас в текущий момент требует от нас закон вообще в принципе в принципе по-черпевтическая статиза очень многое мне очень много зависит от внутреннего убеждения эксперта а внутренний убеждений цвет складывается с его уровня подготовки и его употребление то есть почерком должен заниматься высокой специалистом имеющий достаточный опыт работы но адвокаты нас слушают адвокат и стороны которые уже знают свое дело и вот общей фразовой о квалификации они они все-таки хорошей но они непрактичны все-таки что должен проверить адвокат у эксперта который провел экспертизу или которому он намеревается поручить продению почерпевтической экспертизы у каждого эксперта который занимается почерпевтической статистики должны быть соответствующие документы позволяющие ему проводить данными дыб следами это не обязательно почерпевтическая это может быть другой исследователь, но эксперт должен иметь соответствующий допуск на это. То есть слово допуска, но такое? Общепринято оно, но тем не менее такого документа, как такового не существует. Это свидетельство, сертификат, который дает право производства того или иного вида исследований. Итак, еще углублюсь. Какие требования законодательства предъявляют к экспертам? Какими бумажками он должен обладать? По закону. По жизни он может купить себе сертификатов. Он должен иметь высшее образование по соответствующей специальности. Он должен иметь... Насчет соответствующей специальности я поспорю. Просто высшее образование. Господа адвокат, у нас очень дырявое законодательство, очень дырявый и устаревший федеральный закон о судебно-экспертной деятельности, где, в принципе, указана необходимость наличия у эксперта всего лишь высшего образования. Какого, не важно. То есть там нет такого четкого указания. Однако, ну сами мы понимаем, что, допустим, какой-нибудь врач, какой-нибудь эколог или психиатр вряд ли будет специализироваться на проведении почерпедческих экспертиз. Хотя зачастую мы такие вещи видим. Врачи, агрономы и физики проводят почерпедческие исследования. Вот. Это безобразие. И это безобразие должно буквально в следующем году разрешиться с принятием окончательной редакции закона судебно-экспертной деятельности. То есть мы должны все-таки понимать, что допускать к экспертизе агрономов, экологов, лингвистов и юристов по почерпедческой экспертизе нельзя, ни при каких обстоятельствах. То есть у этих лиц отсутствуют базовые знания по криминалистике. В принципе у всех эти знания по криминалистике отсутствуют. Я, кстати, про юристов, это у меня уже понесло, потому что у юристов, кстати, знания по криминалистике в рамках высшего образования юридического присутствуют. Вот. Это обязательные условия. На самом деле вот меня беспокоит наличие вот этого бардака с продажными сертификатами, которые в последнее время действительно продаются на каждом углу и дошло до того, что стать почетковедом можно за три дня, заплатив за это от 10 до 50 тысяч рублей. Как вы к этому относитесь? И как с этим бороться? Печально, когда видишь некомпетентные проведенные исследования, некомпетентные заключения так называемых экспертов, и иногда это просто наводит грусть. Да, но я думаю, с принятым законом судебной экспертизы ситуация поменяется, и с рынка должны теоретически уйти откровенные профаны, которые покупают так называемые фантики, которые выдают, в том числе и Минюст, которые, сами понимаете, не занимаются обучением экспертов, а как бы зарабатывают на продаже тех же самых фантиков, где написано о том, что ты заплатил 50 тысяч рублей, и являешься сразу же экспертом-криминалистом. Хотя мы понимаем, что для вхождения в профессию криминалиста по одной специальности, по одной маленькой специальности, надо примерно полгода обучения точно. Есть ли у вас какие-то интересные случаи с практикой, которые могут, может быть, удивить, насмешить наших телезрителей? Ну, насмешить прягли. А вообще интересный случай бывает. Бывает, например, такой вариант. Приходит на исследование документ, который состоит из двух листов, на последнем из которых имеются подписи сторон, ну, договор, кроме того, да, подписи сторон и отиски печати их организаций, которые включают данный договор. Для подтверждения подлинности данного документа судом встает вопрос о подлинности подписей, обоих подписей и обоих отисков печати. В итоге при проведении данного исследования оказывается, что подписи настоящие, отиски печати настоящие, а документы все-таки фальшивые. Это как-то? Очень просто. Сейчас очень многие мошенники используют данный способ. Они берут... Будем о нем говорить. Дадим вам шанс смошенничать. Такие варианты существуют, достаточно сприняны. Мошенники, они их и так не знают. Поэтому, я думаю, здесь особенно скрывать нечего. Дело в том, что можно заменить первый лист у данного документа и внести туда совсем иное содержание и совсем другой смысл. И тогда получается, что документ вроде бы настоящий... Тело договора поменялось, да? Да. Остались только заверительные подписи и... Да, я так полагаю, что этот два листочка они были не прошиты, нотариусом не заверены. Соответственно... Они были скреплены скобой стеклера. Ну, понятно. Ну, скобу стеклера, то есть факт разъема скобы... Есть два момента, да. Во-первых, в данном случае удается установить, что печатные тексты обоих листов выполнены на разных экземплярах печатающего устройства. Стоп, стоп, стоп. Что само собой подразумевает. То есть разный принтер, то есть один листочек был в один принтер запущен, другой в другой, да? Один документ не может быть распечатан, листы одного и того же документа не могут быть распечатаны на разных экземплярах печатающего устройства. То есть краска там отличается? Там не только краска, но и много других. И бумага, да. И бумага, да. И бумага, да. Вот. Иногда бывает так, что просто-напросто первый лист выбрасывается, а наоборот, на чистой стороне последнего листа выбирается первая страница якобы новых документов. То есть в принципе тот же момент вроде бы казался подпись настоящие, обиси настоящие, а документ все, но... Как и делается, они делаются всегда на первом-второй стороне, да? Да, но они делаются на одном, по-другому, по-другому, печатающего устройства. А, да, 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 но здесь разное устройство, разная бумага. Если удается установить, что на разных принтерах, то это позволяет узнать, что имеет место в парк мошенничества. Понятно. Углубляетесь ли вы в такой вопрос, как происхождение бумаги? Ну, то есть, допустим, вот у нас договор, да, и в середине договора поменены листочки. То есть задаются ли вопросы происхождения бумаги? Ну, первое, отождественность всех листочков друг к другу, да? Что такое? К примеру, юридическое не запрещено, если я сейчас возьму из разных пачек бумаги, да, из разных пачек, может быть, какие-то даже желтенькие, где-то возьму, заложу их в интер и распечатаю их не на документы. Это юридически, а так, он, это не запрещено. Ну, да. Вот. С другой стороны, сейчас принимаются попытки по проведению химического анализа бумаги. Вот. Мы пока этим не занимаемся из-за недостаточно высокой востребованности данного именно в виде исследования. Но в будущем возможно... И при наличии заказа можно заняться. Ну, вот, пожалуй, и все. Поэтому мне показался наш разговор весьма занимательным, интересным. И я надеюсь, что нашим телезрителям тоже. Благодарю вас за аудиенцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!